Спасибо, Татьяна, за такой положительный настрой. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы сегодня начинаем очень интересную тему. Это использование педагогических технологий в художественно-эстетическом развитии детей. Тема действительно очень по объему. Если рассмотреть в первом вебинаре, у нас уже была тема связь или рассмотрение художественно-эстетического развития в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, в федеральной образовательной программе, вы тоже, наверное, уже можете ознакомиться, в чем сходство и различие. То мы видим области, эту область, которая предоставляет огромный фронт работы. И, конечно, можно было бы посмотреть и рассмотреть каждую, если мы говорим, что к художественно-эстетическому развитию у нас относится область искусства. Да, это искусство изобразительное, это музыка как вид искусства. И в то же время можно сюда внести в эту область и художественную литературу. Потому что рассматривая произведения, прочитывая стихотворения, скороговорки и так далее, мы, конечно же, обязательно будем ставить задачи по формированию эстетического вкуса, эстетического наслаждения и так далее. То есть я что хочу сказать, что образовательную область художественно-эстетического развития мы уже с вами на предыдущем вебинаре мы уже вкратце рассмотрели. И, конечно, разбирая огромный пласт, золотой фонт, как мы говорим, этого искусства, конечно, за определенный период времени невозможно все рассмотреть. Какую-то мысль, направление в своем выступлении я могу обозначить. Но, а с другой стороны, каждый работающий в области образования, мы говорим, что он должен заниматься самообразованием. И без самообразования, конечно же, невозможно быть тем творческим, профессиональным, педагогическим работником, который может использовать в своей работе с детьми любого возраста, даже, скорее всего, наверное, и со взрослым поколением, мы говорим, третье поколение, использовать те новейшие технологии, которые у нас в настоящее время получают свое направление. Так вот, рассматривая понятие педагогические технологии и беря за основу, что же это такое, да, чтобы понять и попробовать себя в этих технологиях, мы видим, что данные понятия технологии все-таки относятся у нас к технократическому языку. И, конечно же, первоначально это понятие использовалось именно в этом направлении. И, рассматривая в словаре иностранцев, вы видите, что это совокупные знания о способах и средствах проведения производственных процессов. И, если бы в самом начале рассматривать это, то, конечно же, в образовании невозможно было понять, что же, какую производственные процессы мы хотим предложить в работе с детьми. В то же время, вот, рассматривая, например, эту терминологию древнегреческого языка, то мы видим, что это учение о мастерстве, это слово в другом извлечении, это речь, это разумные основания, это причина, это рассуждение и мнение. То есть, вот, при его таком многогранном, что ли, рассмотрении данного понятия, технологии, в педагогике мы можем отнести это и описание, объяснение, прогнозирование и так далее. То есть, массовое внедрение данного понятия у нас в образовательную практику относится все-таки к 60-м годам 20-го столетия, и мы можем это просмотреть в зарубежных школах, когда меняется управление педагогическим процессом в соответствии с изменениями обучениями. Здесь, вот, вы видите на слайде уже фамилии, да, Брунер, Кэрол, Блум и другие. В России же, вот, внедрение педагогических технологий как метода управления педагогическим процессом мы все-таки видим в работах Гальперина, Талызина, Бабанского, Беспайка и других. В педагогической литературе, вот, если вы обратите внимание на рассмотрение данного термина, то вы найдете очень большое количество данных понятий, и это может быть и технология воспитания, это может быть технология преподавания, это могут быть образовательные технологии и так далее, то есть авторские технологии, как мы видим, в самом начале были. То есть из этого количества, большого количества вот таких понятий, конечно же, нужно определиться, да, что же в современных условиях понимается под этим понятием. И вот здесь я выделила, именно обозначила, что это, прежде всего, последовательная система действий педагога, связанная с решением педагогических задач, или мы говорим планомерное и последовательное воплощение на практике того задуманного, решения тех поставленных задач, которые предполагает сам педагог, вот на конкретном примере. Рассматривая некоторые структуры, классификации, понятия, да, то есть я могу сейчас просто привести буквально несколько примеров, кто из исследователей как рассматривает. Ну, например, Лихачев, это основатель у нас педагогики, любая тема, которая у нас идет в образовании, мы все-таки основываемся на те теоретические труды, да, которые вот у нас в педагогическом направлении, а Лихачев это один из наположников педагогики. Так вот он говорил, что педагогическая технология это совокупность психолого-педагогических установок, определяющие специальный набор, значит, компоновку форм, методов, способов, приемов обучения и так далее. Дальше, у, значит, Сластюнина это определение рассматривается как система, значит, целостности методов, средств, направленных на достижение дидактических целей развития личности, формирования его интеллектуального, поведенческого и, значит, профессионального я. То есть вот специально я предложила высказывание, практически то, что мы с вами используем в работе, методы приема, средства практически остаются и вот в данном самом понятии. То есть анализируя вот эти данные в разное время написания, рассмотрения, все-таки мы приходим к выводу, что педагогическая технология включает в себя строго научное проектирование и точное воспроизведение тех результатов, которые позволяют достичь или показать успех педагогических действий. И вот рассматривая те или иные подходы, мы все-таки останавливаемся на том, что педагогическая технология – это как метод организации и управления педагогическим процессом. Истоки, скорее всего, этого вопроса мы можем найти в работах Яна Маткаменского, который призывал к тому, чтобы именно отыскивать такой порядок обучения, который бы приводил к положительным результатам. И он твердо говорил, что прежде всего нужно устанавливать цель, средства, которые позволяют достичь эти цели, и определенные те правила, как пользоваться этими средствами, чтобы была возможность достичь той или иной цели, которую ставят на каждом занятии и так далее. Далее мы видим, что вопросы технологического обучения были рассмотрены у Антона Семеновича Макаренко в своей педагогической поэме, где он говорил, что педагогическое производство никогда не строилось на технологической логике, а всегда по логике моральной пробоведи. Но в то же время он считал, что у нас просто отсутствуют все отделы педагогического производства. И наверняка, сравнивая или рассматривая труды прошлого, мы с вами все-таки обращаем внимание на ряд признаков, которые предложил Валерий Павлович Беспалько. И он выделил, вот посмотрите, здесь на слайде у нас есть, что первое – это четкая и последовательная дидактическая разработка целей воспитания, обучения. Это структурированная, упорядоченная информация, которая должна усвоиться. Мы говорим все-таки, если брать обучение, то, конечно, мы идем от простого сложного к сложному, поэтому у нас и существует в образовательной программе это возрастной этап и определенные цели и задачи. Дальше мы говорим, что это все-таки комплексное применение дидактических и технических, в том числе и компьютерных средств обучения и контроля. И мы говорим, что необходимо усилить по возможности диагностические функции, которые позволяют проверить именно то, что ребенок мог усвоить, запомнить и так далее. И вот исходя из данных признаков педагогической технологии, автор сформулировал принципы и правила построения педагогической технологии как метода управления педагогическим процессом. И вот как подтверждают исследования, что в современной системе образования, это дает эффект в работе. Вот посмотрите, если мы рассмотрим вот этот рисунок, то мы увидим, что на самом основании лежит этот принцип педагогической целесообразности. Второе – это взаимосвязь и взаимообусловленность преподавания и учения. Третье – это предельная конкретизация, то есть без конкретной цели и задачи. Это тематическое планирование, это организация контроля на каждом этапе, это стимулировать творческой деятельности учащихся. И последнее – это использование разнообразных форм и методов. Вот с данными принципами и структурой правил построения педагогической технологии, о принципах педагогической целесообразности все-таки мы найдем формулировку Макаренко, где он отмечает, что ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от поставленной задачи или цели, скорее всего. Поэтому, как отмечает автор, что такая последовательность правил раскрывает, прежде всего, главную цель технологии – это превратить деятельность ученика, ребенка в его самодеятельность. Поэтому любое создавание на основе этих правил педагогической технологии будет удовлетворять основные методологические требования. А здесь мы с вами говорим о чем? Это концептуальность, это системность, это управляемость, эффективность и воспроизводимость. То есть в этом случае у нас работают данные, принципы и правила. Следующий момент, если мы говорили, это мы рассматриваем педагогическую технологию как прием организации и управление педагогическим процессом. Все-таки авторы, исходя из понятий, доказательств, сводятся к тому, что технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве и в том числе искусстве. Здесь мы с вами обращаем внимание, что педагогическая технология очень часто используется для обозначения приемов в работе в сфере также и воспитания, не только обучения. Вот мы видим, что вот те признаки педагогической технологии, которые давалось раньше, дает основание, да, выделить основные структурные части педагогической технологии. И если мы с вами посмотрим, я сейчас посмотрю, наверное, тоже, да, вот здесь она у меня есть, посмотрите, то есть здесь у нас говорит о том, что и содержательное наполнение есть, есть и концептуальная основа, да, мы все-таки говорим о философско-методологической основе, которая лежит в основе развития деятельности. В содержательной части мы с вами говорим, что в первую очередь нам нужно обозначить цели, как общие, так и конкретные для усвоения учебного материала. И процессуальная часть – это каким образом, как раскрывается и описывается сам процесс того, о чем вы хотите говорить. И в то же время здесь мы отмечаем деятельность самого учителя или педагогического работника, как мы сейчас отмечаем, да, исходя из год. И в то же время обязательно педагогическая технология у нас связана с диагностикой того процесса тех, проверка тех, развитие способностей или определение понятий и так далее. То есть диагностика мы с вами знаем, если мы берем дошкольное образование, это начало учебного года и в то же время в конце учебного года, где каждый воспитатель, педагог, если мы говорим о дополнительном образовании, должен же все-таки удовлетвориться, как дети вообще понимают вас, что получилось в развитии их способностей, каким образом, какими средствами этого достичь. Это, конечно, вот имеется в виду. Разматривая педагогическую технологию, именно как организацию управления педагогическим процессом, следует отличить ее от методики обучения. Прежде всего, это отличие ее в том, что педагогическая технология может быть воспроизведена в таком сохранении, которая позволяет достичь высоких результатов. Если мы посмотрим на методику, то проведя, например, одну и ту же методику, вы можете не достичь того результата. И поэтому вот в этом, конечно же, большая разница. С другой стороны, педагогическая технология может рассматриваться как и совокупность внешних и внутренних действий, направленная на использование особых приемов, которые предполагают в определенной взаимосвязи и в которой может проявляться именно ребенок разносторонне, раскрывая те или иные свои подходы в разных видах деятельности или развитие способностей, как здесь мы говорим, это творческие способности в области изобразительного искусства, музыкальной деятельности, театрализованной деятельности и так далее. То есть досуговой деятельности, да, что входит в область вот образовательную, в образовательную область художественно-эстетического развития. И следующий момент, это мы также рассматриваем понятие педагогической технологии как средства организации и управления данным процессом. Вот приведя пример данного автора, Кларина, это все-таки педагогическая технология, это системная совокупность и порядок компетентирования всех личностных, инструментальных методологических средств, используемых для достижения целей. И в данном случае, в данном случае, здесь, наверное, необходимо вспомнить и Бабанского, основателя в педагогике, который обязательно говорил, что нужны критерии для оптимального педагогического процесса. То есть, всякая педагогическая технология может быть оптимальным средством организации и управления педагогическим процессом. В первую очередь, здесь, сейчас посмотрю, в первую очередь, это способность достижения каждым ребенком уровня обученности, развитости и воспитанности, как критерии в зоне его ближайшего действия. И второе, это не превышать тех установленных затрат времени, которые бы давали максимально возможные условия, что ли, в условиях те результаты, которые бы необходимы были для определенного промежутка времени, определяющие именно стандарты. То есть, я думаю, что вы поняли, стандарт и устав невозможно давать такие трудные задачи, которые, задания, которые не предусмотрены документами. Какие же в современных условиях есть классификации? Ну вот, первую классификацию я предлагаю уже у Германа Константиновича Селевка. Вот, он предлагает шесть групп, да, видите вы, это по уровню применения, по философской основе, по ведущему фактору психического развития, по характеру содержания структуры. Дальше, вторая классификация, которая была предложена Владимиром Павловичем Беспалько, и в которой вот здесь мы уже с вами разбирали, организации управления, да, и в то же время конкретизируется познавательной деятельностью. Здесь мы с вами видим, это, ну, мы же с вами разбираем общий подход, поэтому здесь и лекционное обучение для тех, кто у нас обучается. Это и технические средства, видите, система консультант с помощью учебной книги, малых групп, компьютерное обучение, система репетитор, программное обучение. То есть то, что мы сейчас можем пронаблюдать именно в высшем учебном заведении, в средне-специальном, вот если рассматриваем лекционный материал, и в том числе, и, значит, если вы работаете, сохраняя дистанционную форму обучения. Следующая классификация – это по позиции ребенка в образовательном процессе и отношении к ребенку со стороны взрослых. Здесь, видите, предложены тоже свои технологии, да, это авторитарная, это личностно-ориентированная технология, которая включает в себя гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, технологии свободного воспитания и другие. То есть здесь вот, если мы посмотрим, то я думаю, что личностно-ориентированные технологии уже многим знакомы. Это гуманно-личностные технологии, да, технологии сотрудничества, которые мы берем за основу в работе с родителями или законными их представителями и так далее. Дальше здесь мы можем предложить и такие технологии, это по способу, методу исследовательного обучения. Посмотрите, пожалуйста, здесь у нас и объяснительный и административный метод, это программного обучения, это проблемное обучение, развивающее, саморазвивающее обучение, биологические, игровые, творческие. То здесь мы уже видим, что зависит от средств и методов обучения. Следующее, это у нас идет по направлению модернизации. Что же здесь мы можем предложить? Я думаю, что, вот видите, это были технологии, когда на основе гуманизации, демократизации были представлены у нас в документах. Здесь, я думаю, что вам была знакома гуманно-личностная технология Монашвили, думаю, что вы читали. Это преподавание литературы, была технология Ильина, да, это и педагогические технологии на основе активизации, диссификации деятельности учащихся, это игровые технологии, проблемное обучение, что у нас сохраняется и по сей день. И, вот, конечно же, прекрасная была технология на основе опорных сигналов, это Шаталова, и многих-многих других. Вот, если мы посмотрим педагогическую технологию на основе, на основе контекста организации, то здесь мы можем найти и программированное обучение, которое я вам говорила, и программа Шадрикова, вот, компьютерные технологические технологии. Здесь мы можем взять и природосообразные, которые могут использоваться с помощью методов народной педагогики, это обучение по Толстову. Я думаю, что вам знакома и технология Марии Монтессори, которая может идти, вот, во многих дошкольных учреждениях, да, используется прекрасная база, которая, вот, 400 наименований зоны, то есть, вот, в своем ВУЗе мы использовали данную, и у нас есть содержание этой школы, то есть, детям это очень нравилось, они с удовольствием занимались вот в этой лаборатории и продолжают заниматься по этим. То есть, несмотря на исследование понятия педагогических технологий, в современных условиях появляются новые технологии, которые проходят, наверное, свой путь модернизации, обновления и дают возможность развитию не только детей, школьников, да, но и развитию, наверное, саморазвитию самого педагога, того взрослого, кто работает в данной области. Так вот, переходя к нашему второму понятию, это художественно-эстетическое развитие, оно представляет собой целенаправленный процесс развития личности, способный, ну, так вот можно сказать, жить и творить, да, по законам красоты, чувствовать и оценивать окружающее, именно позволяющее направить на развитие вкуса, художественных способностей, изобразительного опыта и в целом активной творческой личности. Рассматривая, исходя из данных положений, мы с вами тоже знаем, что в основе художественно-эстетического развития у нас лежит ряд ученых, основателей. Это Евгения Александровна Клюрина, которая напрямую связывала обучение с детским творчеством, и она доказывала, что творчество дошкольников – это не спонтанный, а специально организованный процесс. Работала специальная программа обучения по изобразительной деятельности, и которая показывает, что мир во всем его многообразии обогащает навыки впечатления, представлений у детей разного образа. Другой пример – это Наталья Алексеевна Витлугина, разработала методы, формы музыкального воспитания, которые выделила ряд этапов развития музыкального творчества у детей. То есть она разработала комплекс творческих заданий, которые вы можете тоже посмотреть в учебнике методика музыкального воспитания, где вы, если мы связываем все-таки технологии с развитием творчества, то вы можете это свободно использовать. Тамара Семеновна Комарова, центральные проблемы своей исследовательской деятельности, она обозначила детское изобразительное искусство, предложила разноаспектную методику обучения дошкольников изобразительной деятельности, показала важную роль прикладного искусства в организации занятий рисованием и другие. То есть здесь я могу перечислить Казакову, Сапулину, которые также отмечали и другие отмечали, что художественно-эстетическая деятельность дошкольников неразрывно связана с проявлением и развитием детского творчества. В целом, вот исходя из данных, данной с вами нашей темы, то есть исходя из подходов ученых в этой области, мы можем с вами проследить, какие же технологии мы с вами можем использовать вот в современных условиях. К примеру, если мы берем изобразительное искусство, то мы видим, что задачи, те, которые ставятся у нас в образовательной области, это прежде всего развитие у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия, понимания произведения искусства. Здесь мы отмечаем с вами как словесные, музыкальные, изобразительные мира природы, да, на основе того фонда классических произведений, вот, а произведения мы с вами знаем, и в то же время я вот словесно все-таки отметила, это чтение художественной литературы или художественной литературы, которая идет в программе, то мы видим, что для каждого возраста у нас прописан список тех произведений, которые необходимо разбирать с детьми, разбирать с детьми и обратить на знания жанров, стилистических особенностей того или иного искусства. Вот так, например, мы говорим, что в изобразительном искусстве есть метод вхождения в картину, да, вхождение в картину. Если мы берем метод, это как и педагогическая технология, значит, мы можем использовать и как технологию, добавляя вот по структуре то, что мы с вами рассматривали в предыдущих слайдах, да, который позволяет, наверное, оживить и усилить момент восприятия произведения живописи, посмотреть детально на те краски, которые раскрывают вот этот художественный образ, вот, и специальные знания, которые необходимы педагогу начальной школы, да, учителю начальной школы, как мы говорим, педагогическим работникам, это воспитателю, то есть в процессе беседы необходимо объяснять ребенку теми словами, чтобы он понял, да, о чем вы говорите. А для этого, конечно же, нужна специальная подготовка, обратить рассказы, посмотреть по картине и так далее. Второе, это у нас, это стилистическое становление, эстетическое, извините, становление эстетического отношения к окружающему миру. Здесь мы с вами затрагиваем эмоционально-чувственную сферу, вот, позволяет, произведение искусства позволяет развивать способности, ощущать, воспринимать, восторгаться тем произведением, да, если мы берем музыкальную песенку или попевку, тот образ того героя, который создается, или это в мире природы и так далее, показывается, то есть прочувствовать ту радость, которую несет данное произведение, вот, и запечатлеть, наверное, тот образ прослушанного произведениями, произведение именно в художественном изображении, да, то есть это в рисунке или в лепке и так далее. Тем более, если мы с вами посмотрим на федеральный государственный образовательный стандарт, то, в котором мы увидим, что это развитие гармоничного человека, то есть человека, воспитание ценностного и культурного человека, который лежит вот именно в области художественно-эстетического развития и так далее, то есть если мы посмотрим и проанализируем, как и музыку, как и те прелетованные деятельности, то мы увидим те задачи, которые ставит именно вот федеральная образовательная программа, задачи, которые ставит федеральная программа, в том числе федеральный стандарт. То есть для этого, для этого, конечно же, необходимо рассматривать и те технологии, как я уже говорила, что это инструмент, который позволяет педагогу, музыкальному руководителю эффективно достигать желаемого результата с помощью своей профессиональной деятельности. С другой стороны, мы с вами говорим, что педагогическая технология, в том числе и в современных условиях, она у нас тоже существует. Вот одним из таких примеров мы с вами можем отнести такую технологию летбук. Я думаю, что если вы работаете в этой области, напишите, пожалуйста, в чате, кто знаком с этой технологией, что она из себя представляет. Ну вот это прежде всего тематическая папка или книжка-раскладушка, которая представляет определенную портфолио. С другой стороны, мы можем обратить на эту технологию, которая позволяет привлечь родительское сообщество именно к совместному сотрудничеству. Я посмотрела, прежде чем вот дать вам вот эту технологию, даже в конце у меня будет ссылочка, как вы можете здесь сделать. Посмотрите, почитайте. В работе со студентами мы испробовали данные технологии, так как у нас все пять лет студенты проходят практику. Посмотрели, насколько воспитатели могут использовать данные технологии. Конечно, беря за основу центральную программу, определенные цели и задачи у нас ставит работа, но в то же время никто не отменял формы дополнительного образования, форму услуг, которые может взять за основу с определенным количеством ребят и посмотреть на использованные данные технологии, если невозможно в повседневной работе. Но я думаю, что эта работа есть в детских садах, может быть, она не в таком широком формате, но те педагоги, которые стремятся к чему-то новому, заинтересовать детей, конечно, она интересна. А вот Facebook – это собирательный образ плаката книги, раздаточного материала. И вот почему еще хочется обратить ваше внимание на эту технологию, просматривая сайты Inform.ru, Mam.ru, я думаю, что и другие у вас сайты, но это, наверное, те сайты, которые пользуются большой популярностью, то мы видим, при различных конкурсах все-таки есть работа в этом направлении. Так как, видите, вот данный сбор материала позволяет или заставляет детей мыслить, действовать и так далее. Формирует навыки, которые дают возможность в дальнейшем в работе. Конечно же, летбук, скорее, более, наверное, интересен он для школьников, но в то же время, если вот вы посмотрите дальше на сайте, да, какие у нас есть, то мы увидим, то мы увидим, что данная технология у нас, возможно, и в детском саду. То есть небольшие такие, небольшие такие сбор, например, сбор по индивидуальным особенностям, в виде цветочка, кто-то главный и так далее. То есть в этом плане, в этом плане, обязательно посмотрите данную технологию, посмотрите, как вы сможете ее использовать, но она интересна. Вот, к сожалению, перескочила немножечко, я почему-то вот получилась так у меня презентация, но я думаю, что вы вернетесь первоначального, да. Вот возвращаясь к этой области, да, вот я здесь обозначила, какие еще технологии у нас представляют. Интерес – это прежде всего игровая технология, то, что мы с вами отмечали, рассматривая технологическую, это технологии исследовательской деятельности, это экспериментирование, да, экспериментирование у нас тоже проходит в дошкольных учреждениях. Это ИКТ-технология, то есть все-таки мы можем посмотреть презентацию с детьми фрагментально, не нарушая сампины, мы можем обратить внимание на просмотр фильмов и так далее. Это технологии проектной деятельности, которые также используются у нас в дошкольных учреждениях. Ну и последнее – это технологии ТРЕСТ, решение, теория решений, изобретательных задач и так далее. Вот тоже мы можем это взять. Прошу прощения немного за сбой в своем выступлении. К инновационным технологиям, обращаясь к изобразительному искусству, какие же нетрадиционные техники рисования, если мы с вами берем, вы уже, думаю, что прочитали, это и пальчиками, это ладошками, это ватными палочками, это пластинография, рисование на мамке, песке, горуке, это рисование мятной бумагой, ниткография, фляксография. Интересные тоже исследования, которые проводят студенты в процессе выполнения выпускных инновационных работ на основе той базы, базы образовательных учреждений. Так вот, буквально недавно, защитив свою опытную работу по ниткографии, был задан вопрос, насколько дети сейчас могут вот так скорпулезно сидеть, точно выполнять, чтобы вот что-то сделать, какой-то рисунок. Конечно, терпения у детей не так много, да, что вы делаете руками, но хорошо, что есть еще такие дети, которые действительно могут создать определенной красоты рисунки и не только посмотреть, даже посмотреть их по рисунку планшета или распечатанного рисунка и так далее. То есть мы с вами говорим, что все техники, нетрадиционные техники рисования, это позволяет у детей сформировать эмоциональный отплик на данное произведение и сформировать эстетические представления, что не нарушает тех задач в области художественного образования. Здесь, так, ну вот теперь мы точно переходим уже к летбуку. Что здесь мы еще можем сказать по данному представлению, каково же применение, да, вот как фрагменты, как фрагменты использования летбука у нас может быть фрагментарно, скорее всего, на занятиях, на занятиях, так и, наверное, в системе дополнительного образования. Кто владеет этой системой, технологией, которая позволяет систематизировать знания у ребят по той или иной теме, вот, и быстро, наверное, усвоить ту или иную информацию. Единственная, единственная, наверное, задача у воспитателя, который работает с детьми, это затрачивание времени. Но я думаю, что затратив определенное количество времени, получив тот опыт в работе, вот, с рассмотрением, использованием данной технологии, набив руку, как мы говорим, это позволит в дальнейшем быстро, оперативно усваивать тот материал, который предполагает для работы с детьми. Тем более, если мы говорим, что наглядно образное мышление у детей работает, то те наглядности, которые даются на, вот, то в блокаде или это специализированный какой-то материал вы готовите, я думаю, что это сократит ваше время. Здесь, вот, обозначены те преимущества использования этой технологии. Я думаю, что вы прочитали, в то же время, мы говорим, активизируют интерес к познавательной деятельности. А раз ребенок познает, значит, вы выполнили ту функцию, которая необходима в данной области. Вот, здесь я предложила вам, посмотрите, пожалуйста, тем более вам дается скачивание данных материалов, зайдите на этот сайт, на эти два примера. Много не стала вам задать, я думаю, что данная технология, вам будет интересно, как она создается, каким образом существуют даже шаблоны, шаблоны для этого, для работы. Я думаю, что для вас это будет полезно. Следующие технологии, которые мы, мне хотелось бы с вами рассмотреть, это квесты. То есть сейчас даже вот у нас в высшей школе, в среднем профессиональном образовании и в образовательных учреждениях очень много используется данные, вот это понятие. Квест-игра, квест-задания, квест-мероприятия и так далее. То есть если мы возьмем определение, то мы увидим это приключенческая игра, участники, которые перемещаются по пунктам, находят, выполняют задания в рамках одного сценария. То есть квест-это игровой маршрут, те пункты, которые вы обозначаете для того, чтобы ребенок усвоил тот или иной материал и достиг определенного успеха. Ну вот, как мы, дальше я написала, чтобы получить суперприз. Какой суперприз будет у вас, это вы уже будете сами решать. То есть на сегодняшний день существует много разновидностей детских квестов, да, то есть они могут быть короткими, они могут быть долгосрочными, которые рассчитаны там, на две недели и так далее. В основном это, конечно, могут быть познавательные квесты, это могут быть и для общего развития, как для одного возраста, так и для разных возрастов. То есть единственное, что предлагают предлагают авторы, разработчики данных квестов, это то, что если вы, например, берете, если вы берете вот тот маршрут, если это на прогулке, то вы, конечно, даете, смотрите, чтобы передвижение ребят было безопасным, никаких повреждений ребенок при передвижении не имел, то есть техника безопасности у вас должна быть работать. То есть посмотрите данный квест, вот с другой стороны, может быть, и на будущем можно будет проводить мастер-классы, да, с конкретной темой, пользоваться, если есть такая возможность, вовлекать вас в эту игру, проводить даже по группам, вот, здесь мы с вами видим, что это могут быть соревновательные какие-то квест-задания, которые вы делаете, это может быть квесты по запискам, которые будут обозначены на том или ином маршруте, да, как это получить, где это, как ее расшифровать, это могут быть и, может быть, для малышей это нарисовать дорожки парка на картинках или собрать это, на картинках эти дорожки и так далее, вот, то есть, это прежде всего, прежде всего, это можно проводить ведь и с родителями, если вы проводите родительское собрание, да, то есть, в этом плане, насколько, вот, то педагогическое профессиональное мастерство, мы с вами говорим, зависит от разносторонней подготовки того воспитателя, учителя, то есть, с этой целью, затратив определенное количество времени на изучение данных технологий, вы можете прекрасно их использовать в работе. Вот, следующее, мне бы хотелось обратить внимание на педагогическую технологию, это постфер-технологии, это, с другой стороны, полиграфическое средство обучения, это дидактическая единица, дидактический многомерный инструмент, с помощью которого обеспечивается многоуровневая работа с определенным объемом информации на всех этапах передачи и переработки контроля. Вот, используя данные технологии, мы также с ребятами провели определенные исследования и большую часть вот постфер-технологии, я и на первой лекции говорила, мы взяли в использовании, если немножечко уйти от нашей сегодняшней темы, это во взаимодействии с родителями. То есть, не секрет, не секрет, что многие родители, проводя родительское собрание или проводя интересное мероприятие, многие не могут присутствовать. Так вот, воспитатель, записав данное мероприятие, да, он может сделать свой QR-код и выложить данную информацию в чате или же на сайте или распечатав, сделать это на доске объявлений и так далее. То есть, вам захотелось предложить изучение определенной темы. Но как это сделать? То есть, вы можете сделать ссылку, сделать QR-код и также оставить это для родителей. То есть, это тоже интересная технология, которая прежде всего позволяет сократить время для изучения того иного материала. Но вы скажете, да, они изучат, но ведь задача и есть у педагога-воспитателя проверить, насколько родители могут освоить этот материал или какие-то у вас вопросы возникают, которые при определенном разъяснении на родительском собрании и так далее не получается донести информацию до родителей. То есть, в этом плане вы подбираете те педагогические ситуации, тот интересный материал, тем более использование интернет-технологий, да, особенно на ютюбе там или других сайтах, где вот заложено сейчас очень интересно работать, вот используя даже интеллектуальный, то есть, интеллект наш, нейросеть, то есть, вы можете подобрать все, что вы захотите для этого, чтобы у каждого из нас было личное время, которое мы затрачиваем на сбор материала, да, для того, чтобы разнообразить свою работу, заинтересовать, привлечь детей, тем более, мы говорим, что научить детей мыслить, разбираться в тех ситуациях, которые у нас возникают. Так вот, пример использования личных достижений ребенка, которое размещается, можно на шкафчике, можете вы сделать свои кармашки, куда будете вкладывать личные достижения, вот, из оргстекла, меловой доски, маркерной и так далее, то есть, здесь уже вот на примере личных достижений, да, за определенный период, например, в пределах месяца, две недели и так далее, то есть, посмотрите, пожалуйста, вот эти постартехнологии, как в работе с детьми, как в работе с детьми, так и в работе с родителями, да, насколько это можно привлечь. И еще, я смотрю, время мое подходит к завершению, еще мне хотелось бы, конечно, обратить на технологию этой проектной деятельности. Проекты в детском саду у нас существуют, многие, все-таки, вот, модернизация образования, принятие федеральных программ в разных областях, в том числе в дошкольном образовании, в обновлении в ГОСТ, как дошкольного, так и начального образования, позволяет заниматься этим видом деятельности, вот, и, например, для каждой группы это могут быть очень простые, простая тематика, к примеру, да, отхода в кране берется вода, или рассмотреть, ну, естественно, на примере вы можете сделать, или обратиться к продуктам питания, да, какая тыква, что это за продукция, можно обратиться к одежде, к космосу и так далее, тем более, что проектная деятельность у нас хорошо развивается и в начальных классах, где дети защищают на различных конференциях свои проекты, вот именно развитие мышления, да, сбор материала, пусть это будет на уровне детского сада, но ребенок должен знать окружающий мир и ценить его ценностно-смысловое, сопереживать с тем или иным заданием, может быть, вы возьмете что-то связанное с природой и так далее, то есть данная технология также у нас в работе, в работе, пусть это будет необязательно долгосрочный проект, может быть, это у нас как-то срочный на один, на неделю, на два занятия, да, по развитию речи, по окружающему миру, то есть по экологическому образованию, по музыкальному и так далее, то есть вид искусства у нас очень богатый в этом плане, может быть, вы будете использовать малые формы фольклора, то есть в этом плане результаты, конечно, они будут, и заинтересованность детей, даже если мы берем изобразительное искусство, это тоже позволит вовлечь детей в эту продуктивную деятельность, решить свои задачи, поставленные для того, чтобы на выходе ребенок смог реализовать те личностные, да, получить те личностные результаты, которые необходимы. Но вы уже видели, что исходя из педагогических технологий, у нас достаточно, если посмотреть предыдущие слайды, достаточно тех видов, которые мы с вами можем использовать, но для нас, для нашего возраста дошкольного и младшего школьного возраста, конечно, я думаю, что вот те технологии, которые здесь вы посмотрите, это творческие, да, это, может быть, это ролевые игры, может быть, это театрализованные игры, конечно же, будут в работе, вот здесь я уже посмотрела, ага, то есть вот здесь мы также обращаем внимание по характеру, какие у нас существуют доминирующие в проекте детской деятельности, вот, предложенные данным автором. Если есть вопросы, на которые я смогу ответить, пожалуйста, задавайте, задавайте, так, что-то, здесь у вас есть, сейчас я посмотрю, так, значит, так, сейчас, сейчас, сейчас я, как эффективность можно применение, какие методы используются для измерения новых образований, технологий в образовании, ну вот, если вы обратили внимание, то я не зря дала вам первое, это использование, использование тех понятий, да, которые, вот мы говорим, современные педагогические технологии, но они все связаны с нашими традиционными, вот я уже говорила, те, во-первых, технология обязательно привязана к тем диагностикам, которые у нас есть, у Радыновой, у Радыновой, у Габеридзе есть специальные разработанные диагностические технологии с проверкой того мониторинга, который можно, то есть здесь есть специальные у нас диагностики на эмоциональное восприятие того или иного произведения, то есть здесь что я могу сказать, посмотрите, пожалуйста, диагностические методики на тот направлении, что вы хотите выявить, если вы выявляете развитие художественных или музыкальных способностей, здесь можно использовать и у Радыновой Ольги Петровне, у нее есть специальная диагностика развития музыкальной способности, есть у Михайловой также специальные задания, серии заданий на развитие тембрового слуха, на развитие ритма, в изобразительном искусстве, я думаю, что все знакомые с Лыковой Ириной Александровной, с ее цветными ладошками, с умелыми ручками, у нее есть также подобран диагностический материал для определения того раздела, что вы хотите, то есть мы, да, мы используем новые технологии, лэдбук, проектную деятельность, но проектная деятельность, если вы получили результат, который дети смогли собрать, то, конечно, здесь уже вы видите, насколько ребенок воспринимает, насколько у него работает воображение, где вы можете посмотреть и оценить его и так далее, то есть в этом плане я могу ответить таким образом, эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру. Вот я поняла, что, наверное, нам надо будет с вами провести еще один вебинар на диагностику, да, вот, как эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру. Вот единственное, наверное, что мне хочется вам сказать, когда вы берете, вот я не зря вы написали сейчас эти понятия, когда вы берете вот эти два понятия эмоционально и нравственное, то есть эмоционально, если мы возьмем, мы можем отнести к психологическому термину, мы можем отнести к педагогическому термину, нравственное отношение, что такое отношение в вашем понимании и почему оно называется нравственным? Окружающий мир правильно, мы берем мир природы, мир поступков, и так далее, то есть вот в этом плане специальной такой диагностики, посмотрите диагностики на эмоциональное отношение и на нравственное. Ну, нравственное отношение, я думаю, что есть также в интернете, есть также у авторов, посмотрите эти авторы, чтобы можно было посмотреть отношение, ценностное отношение, я попыталась вам сказать к окружающему миру, а что вы включаете в окружающий мир? В окружающий мир это группа детей, в которых вы будете вот использовать, или это взаимоотношение между детьми, это поведенческий фактор и так далее. Спасибо за вопросы, я думаю, что в контакте или что вы меня найдете, если понадобится более такой подробный анализ или предложение, или помощь в подборе диагностик, я вам с удовольствием отвечу. Если нет больше вопросов, я благодарю всех за внимание, благодарю всех за внимание и пожелание такое, что вы хотите вообще от вебинара, вы хотите узнать что-то новое или переосмыслить свою работу и найти идею в вебинаре и что-то взять за основу. Если я смогла я вам помочь, я буду очень рада. Если заставлю задуматься о чем-то, значит, цель моего вебинара также будет выражена благодарности вам. А так я с вами прощаюсь, до новых встреч, до свидания. до новых встреч, до новых встреч,